Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня я хочу анонсировать вам клип на новую песню группы Волощука СД с названием «Привет из детства», которая прозвучит в эфире 3 ноября. Это очередная песня на мою любимую тему о том, как мы очень эффективно, с превеликим удовольствием и, я бы даже сказал, с огромным наслаждением, извините за выражение, прокакиваем свою любовь, свое здоровье, свой талант и отпущенное нам время. Придаем свою профессию, свое призвание, чью-то дружбу к нам и в результате очень удачно спускаем в унитаз всю свою жизнь. Вот ничего не могу с собой поделать, обожаю рассуждать на эту прекрасную и очень жизнерадостную тему о бесцельно прожитой жизни. Но если кто-то принял меня за морализатора, если кто-то подумал, что я кого-то осуждаю, а сам Святоша, то я его очень сильно огорчу в его предположениях. Все свои песни я пою о самом себе. Зачем мне петь о ком-то, если я точно такой же, как все, а в чем-то, может быть, и намного хуже? С таким размахом, как я пропевал и прожирал свое здоровье, думаю, мало кто со мной сравнится. Ну, а уж в многолетнем предательстве собственного призвания мне вообще равных нет. Я только в 57 лет решился делать то, что я был обязан делать всю свою жизнь, а именно сочинять стихи и играть рок-н-роллы. Сомнения и нерешительность долго господствовали в моей душе, не давая мне быть самим собой. Поэтому, если кто-то подумал, что я с детства такой правильный, то он немного ошибся, совсем на чуть-чуть. В своих грехах я форы дам кому угодно. Поэтому все мои песни из моей же жизни. Все они обо мне самом, друзья мои. Можно сказать, что Волощук СД – это такой собирательный образ грешника. Но так как я очень похож на многих достойных мужчин, то получается, что все мои песни обо всех нас любимых. Мы ж только думаем, что мы большие оригиналы. А на самом деле мы очень похожи друг на друга, как близнецы-братья. Поэтому я надеюсь, что эта песня понравится всем моим собратьям по мирским удовольствиям. Так как из этой песни многие узнают не только о моих ошибках, но еще и увидят самих себя. Поэтому удачного вам прослушивания и приятных воспоминаний о кому-то сладких мечтаний, а еще неопробованных грехах и предвкушения наслаждений. А помогала мне записывать эту песню вот эта прекрасная бас-гитара из моей коллекции. Я специально демонстрирую ее по просьбе одного нашего подписчика с ником 4wildead, который является профессиональным бас-гитаристом и под нашим клипом про сериалы дословно написал следующее. «Риккенбекер» – прекрасный бас. Я зажмотил однажды 75 тысяч рублей за 4003 бас. Эх, жалею! Что ж, я могу ему только посочувствовать, а за себя порадоваться, потому что я в свое время не пожалел даже на много большие деньги и приобрел этот прекрасный инструмент. «Риккенбекер» 4003 «Делюкс». Честно скажу, это моя любимая бас-гитара. Потрясающая форма, потрясающий звук, потрясающий сустейн, который дает ей прекрасное дерево, прекрасная электроника и сквозной кленовый гриф из цельного куска дерева. Фирма «Риккенбекер» мало того, что известна как самый первый производитель электрических гитар, но еще именно эта фирма, первая в гитаростроении, начала применять сквозной гриф в бас-гитарах для того, чтобы улучшить сустейн. До этого гриф либо прикручивался к корпусу гитары болтами, либо приклеивался. Для неспециалистов поясню. Сустейн – это протяжность звука после удара по струне. Так вот, помимо потрясающего сустейна, они также сумели добиться удивительного акустического эффекта, при котором звучание гитары напоминает звучание рояля на низких нотах. На «Риккенбекерах» играли многие знаменитые басисты. Роджер Глоуэр из «Ди Пёрпл», Крис Сквайр из «Ес», Лэмми Килл Мистер из «Моторхэт», Гэдди Ли из «Раш», Клифф Бертон из «Металлики». И даже Пол Маккартни записывал «Сержанта Пеппера» не на своем любимом «Хофнере», а на «Риккенбекере» 4001. Вот такое вот чудо гитаростроения. На сегодня все. И гитарой похвастался, и про песню все вам рассказал, и о грехах своих вспомнил. Теперь осталось только дождаться завтрашнего дня, чтобы спеть вам эту песню, и затем почитать ваши доброжелательные комментарии и о моей новой песне, и об этой потрясающей гитаре, и, конечно же, обо мне, о том, какой я злой и нехороший. Не пропустите «Привет из детства», который прилетит к вам завтра, 3 ноября в 19.30. Порадуйте меня своими просмотрами и отзывами. На самые изобретательные и оригинальные комменты я, конечно же, отвечу стихами. До свидания, друзья! Редактор субтитров А.Семкин